Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей открытой студии Николай Николаевич Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат ФРГ США, политолог. Здравствуйте, Николай Николаевич! Сегодня поговорим о лежачих полицейских Медведева и о том, что мешает процветанию экономики Российской Федерации. Дмитрий Медведев, недавно призвавший чиновников не болтать, а работать, рассказал о ключевых целях правительства, 12 национальных проектах, которые призваны улучшить жизнь россиян. Каков будет Ваш комментарий насчет этих 12 национальных проектов и вообще возможности их реализовать? Комментарии, они очень свежие. Я призвал Дмитрия Анатольевича не болтать, а работать. Вот как Вы думаете, когда первые национальные проекты были сформулированы в нашей стране? В 2005 году. Абсолютно такие же. И что? А чего только не было потом? Догнать Португалию по ВВП на душу населения? Нет. Программа 2020. К 2020 году создать 25 миллионов высокоплачиваемых мест. Не говорит давно никто. Когда Дмитрий Анатольевич у нас занимал пост президента, был такой период, он заявил, что рубль станет свободно конвертированным, а Москва превратится в финансовый центр. Ну как Вам, а? В 2012 году были майские указы Путина. Абсолютно такие же, как сейчас. Выполнены. Знаете, как выполнялись, например? Зарплата учителей должна превосходить среднюю по региону. Да. Увольняешь половину учителей, зарплату раскидываешь на тех, кто остался. Вот так и пошло. Теперь опять это в 20-й или какой-то в 50-й раз формулируется в виде национальных проектов. Ну действительно, хватит болтать. Формулировано много раз, ничего до сих пор не сделано. Если, так сказать, судить по этому, ну если до этого люди не сделали то же самое, да? А почему они сейчас, те же самые люди, должны что-то сделать? Они еще перековались, прошли какую-то программу стажировки где-то. Да такие же люди. Знаете, как у Ивана Андреевича Крылова. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканта не годитесь. Пора уходить. Правительство Медведева показало свою полную неэффективность, причем не только в последний год, а вообще, в принципе, оно должно уйти в отставку. Мне стыдно, что у моей страны такое правительство. Тем не менее, с чем связаны основные проблемы в нашей экономике? Почему у нас не получается как-то завести вот этот экономический мотор? И как вы оцените современное состояние экономики Российской Федерации? С точки зрения Ката Матроскина оцениваю. Помните, он говорил там, средства у нас есть, у нас здесь не хватает. Вот примерно так и оцениваю. Знаете, самое обидное, что, в отличие от многих стран, я должен сказать, экономика России самодостаточна. То есть, мы можем улучшить жизнь в стране, но, я не знаю, там за полгода, особо сильно не напрягаясь, понимаете. Ну, в Греции это невозможно. У них собственной валюты, например, нет. У них развалена полностью экономика страны. У нас нет. У нас главная причина того, что у нас экономика плохая, неправильный социально-экономический курс. Все, больше ничего. Смотрите, при капитализме, в принципе, экономика, у нас капитализм, к сожалению для меня. Она может развиваться двумя путями. Либо за счет экспорта. То есть, вы что-то продаете за границу, зарабатываете деньги, на них живете. Япония, где ничего нет вообще. Они, прежде чем, как, опять же, Матроскин говорил, купить что-нибудь ненужное, должны продать что-нибудь ненужное. ФРГ то же самое. ФРГ импортирует еду. Но нет еды у них. Чтобы их купить, она что-то продает. Первый вариант. Второй вариант. За счет внутреннего спроса. Соединенные Штаты Америки или Советский Союз живут так абсолютно. То есть, собственное население в основном все и покупает. В основном, это не значит, что нельзя торговать за границей. Пожалуйста. Ну, основной, как сейчас модно говорить, драйвер, да, это внутренний рынок. У нас так было в Советском Союзе и так сейчас в Соединенных Штатах. У нас экономика за счет чего развивается? Экспорт сырья за границу и оставление там денег. Вообще феноменально просто. То есть, мы продаем невозобновляемые ресурсы. Нефть и газа у нас осталось на 25 лет. Но нефти на 25, газа чуть больше. Это вообще очень мало. А мы вообще самая холодная страна в мире. Мы вообще чем топить-то будем через 20 лет? Я вот так вот, мне интересно. Потом получаем эти деньги, отправляем их в Соединенные Штаты Америки, где наша Центральная банка Минфин кладут их на депозит. Абзац. То есть, Запад покупает наши ресурсы. И мы ему еще деньги потом туда отдаем, которые он нам заплатил. Соответственно, экономика внутри страны, вы, я, мы неинтересны. Ну, они как рассуждают? Почему выросли цены на бензин? Потому что бензина в стране не хватает. У нас в стране не хватает бензин. Почему? Потому что нашим бизнесменам, в кавычках, выгоднее продавать за границу, там больше платят просто, да? Чем здесь? Все. То есть, потребитель здесь неинтересен. А чтобы он стал интересен, он должен быть платежеспособным. Он должен получать столько, сколько немец, предположим. Он тогда столько же может заплатить. И тогда, в общем, предприниматель будет до фени, куда продавать? В Гамбург или в Тверь? А раз мы нищие, да? Раз в Твери зарплата 20 тысяч, а в Гамбурге 4 тысячи евро туда и продают. А мы, говорю, неинтересны абсолютно. Ну а вот как вы, например, оцениваете слова Медведева о том, что он считает, что буквально через 6 лет экономика Российской Федерации станет обладать такой мощной гравитацией, которая будет притягивать и умы, и всех желающих, и ресурсы. Через сколько лет вы скажете? Через 6 лет. Буквально совсем немного осталось, и мы станем точкой притяжения. Хотел бы опять вспомнить двух товарищей еще. Один из них был Хаджан Асредин. Он как-то Шаху предложил научить Ишака читать через 20 лет. Все говорят, да ты что, как же ты так сделаешь? Он говорит, а через 20 лет кто-то из нас троих умрет. Там Шах и Шак и Лея. Был еще один такой прогнозист гениальный. Мой любимый литературный герой. Стихи писал, монеты коллекционировал. Звали его Алексей Улюкаев. Что-то в последнее время его не видно. Вы не в курсе? Он заявил, что через 50 лет экономика России, точняк, будет очень классная, замечательная и прочая. Почему он должен верить еще раз Медведеву про 6 лет, когда он в следующем году, в 20-м, 7 лет назад обещал создать 25 миллионов рабочих мест. Он же лидер партии «Единая Россия», правда? «Единая Россия» обещала это сделать. Ну, сделала. Но если она не то, что не создала, рабочих мест меньше стало, высокотехнологичных, почему я ему должен часто верить? Если до этого все его обещания не выполнялись. Ну, а вы считаете, в чем основная причина того, что у них не получается реализовать вот эти национальные проекты? Я же объяснил. Они работают очень просто. Вот есть нефть и газ, но они уже есть. Они во времена динозавров появились, понимаете? Надо их достать, складировать, отправить их на запад, оставить там деньги. И там потом приехать за деньгами туда же, да? С чемоданчиком там или перевезти. Там уже жены, любовницы, дети и прочее. Рашка малоинтересна в этом смысле. Зачем она нужна? Причем при этой модели, чем меньше люди здесь зарплату получают, тем лучше. Просто нормы прибыли больше, да? Вы платите своим нефтяникам гроши, продаете нефть там за доллары, не за рубли, да? И там же остались. То есть вы мне можете объяснить, например, почему финансовое подразделение «Газпрома» сидит в Голландии и там платят налоги? При этом вот этот же товарищ, который вы меня призываете анализировать, отметился какой фразой? Денег нет, но вы держитесь, да? Почему не взять там? Почему не перевезти компанию сюда? Почему не вернуть деньги из офшоров, где их полно просто, да? Почему, например, ну тупо не потратить 11 миллиардов рублей, как сейчас на Ельцин-центр? Зачем он нужен? Причем, заметьте. Но если какие-то сторонники Ельцина, вот я считаю, хотят сделать за свои деньги какой-то памятник своему кумиру, да пожалуйста. А почему за мой счет? За счет бюджета я им не давал таких полномочий. Понимаете? Почему «Газпром» спонсирует, например, немецкий футбольный клуб «Шальки-04», чемпион Германии 41-го года? Бред какой-то просто. Если бы фюрер сейчас, не дай бог, очнулся, он просто обалдел, понимаете? Русские недочеловеки, в его понимании, да, спонсируют его любимый футбольный клуб. Вот вы можете объяснить, зачем? Ну что, «Газпром» не покупает, что ли? Надо рекламировать его, там, купите, пожалуйста, вот футбольный клуб. Что-нибудь фигня, это очень духи, что ли? Или модные обуви, да его и так берут, ради бога. То есть, если просто навести порядок в стране, и воровство хотя бы уполовинить, я уж не говорю совсем убрать, да мы с вами еще измучаемся просто, куда эти деньги деть? Какого черта валяется 120 миллиардов в Америке? Долларов. Денег нет, но вы держитесь. Только этих средств, только. Хватит, чтобы финансировать пенсионный фонд при сохранении старого возраста 10 лет. Только этих средств. Поэтому нет, денег нет, ребят, вы платите за все. Хорошо, предлагаю вам комментировать еще одну такую фразу из его последней статьи, о том, что благодаря аккуратной политике в бюджетной и денежно-кредитной сферах мы создали здоровую макроэкономическую систему с сильным иммунитетом к внешним шокам. Как вы считаете, у нас действительно есть вот это здоровое макроэкономическое? Посмотрите на мои зрачки, вот я больной, здоровый, нет? Вчера Конгресс США, это насчет иммунитета к внешним шокам. Конгресс просто на слушаниях, просто. В процессе разговора конгрессмены заявили, а что-то вот может быть санкции вести, рубль обвалился к черту и матери сразу. Это что вообще, иммунитет к внешним шокам, что ли? Что даже не от мер Соединенных Штатов Америки, а просто от того, что там какие-то мысли вслух высказываются, у нас национальная валюта рушится, к черту и матери. Какой же здесь иммунитет, я не пойму. Они что, в магазины не ходят, они разрушили всю промышленность. В результате у нас все потребительские товары, они импортные. Поэтому как только рубль падает, повышение цен. Дальше. У нас сейчас нет оборудования, самое страшное. У нас сейчас нет станков, на которых вообще все производится. У нас их тупо нет. Если их закупать за границей, сейчас невыгодно, потому что курс рубля слишком слабый. То есть у нас нет технического перевооружения промышленности. Дальше. Чтобы добить промышленность, вот эти персонажи подняли налог на добавленную стоимость с 1 января. Что это означает? Вот, потому что глина, кружка. Глина стоит 20 рублей. Я ее обжигаю. Это добавленная стоимость 10 рублей. Потом на гончарном круге делают из этого обжигая кружку. Это еще 10 рублей. Из каждой добавленной стоимости они берут 20%. Представляете, чем товар сложнее, тем его невыгоднее в Российской Федерации производить. Потом мы говорим, а что у нас ничего не производится? Потому что правительство делает все возможное, чтобы это и не производилось. Это сырьевая экономика. А в сырье нет добавленной стоимости. Оно без нас сформировалось. Красота. Платить ничего не надо. А кто платит налог на добавленную стоимость? Мы с вами. Потому что он сидит в конечной цене для конечного потребителя. Вот они, представляете, машина, полторы тысячи деталей. В каждой добавленной стоимости. Они это все накручивают, накручивают. Мы с вами, как лохи, покупая ее. Вообще все это платят. Красота. Вы знаете, только экономика древнего мира, Египта, она держалась за счет косвенных налогов. Косвенно это, знаете, когда платят не тот, кто доход имеет, а тот, кто купил. Нормальная экономика, современная, держится за счет прямых налогов. Вот вы что-то сделали, вы и заплатили. Там подоходное, предположим, на недвижимость. У нас Древняя Египет, честно. Тогда как вы оцениваете влияние санкций на нашу экономику? Потому что часто в правительстве, ну и вообще заявляют на телевидении, заявляют о том, что санкции, они в принципе приводят к импортозамещению и способствуют развитию нашей экономики. Ну вы сейчас свой гаджет отложили куда-то. А он у вас какой, российский? Не очень. У меня тоже что-то как-то не склалось. Посмотрите на улицы Москвы, сколько ездят отечественных автомашин. Дофига, правда? Что, остались у нас какие-то отечественные холодильники, не знаете ли, где они все? А вот говорят про сельское хозяйство, да? Что вот наши контрсанкции, не их, заметьте, санкции, а наши. Они привели к рассвету сельского хозяйства. Сыр сколько стоил до санкций сейчас? Нет, он есть, конечно, я не спорю, да. Но сколько он стоит? То есть, понятно, что для кого-то санкции, может быть, и хороши. Потому что, видите, Медведев и Путин, они через Думу протащили закон, по которому граждане России, пострадавшие от санкций, получают компенсацию. Почему-то не все. Я вот не получил. А какие-то отдельные, понимаете, против которых ведут персональные санкции. А как же равенство людей перед законом? Получается, вот этот человек хороший, мы ему за счет бюджета поможем. А вы все козлы, как-нибудь сами там перекантуйтесь. И самое главное, видите, мы наладили сейчас экспорт зерна. Это вот выдающееся достижение нашего правительства. И Путин об этом говорит. СССР завозил зерно, а мы продаем. Правильно? Правильно. Но СССР завозил фуражное зерно. То есть, зерно для корма скоту. Потому что этого скота было полно. 65 миллионов молочных коров в Советском Союзе. А сейчас, знаете, сколько? 8. Меньше, чем в 41-м году. Поэтому у нас молока в стране нет. У нас в стране дефицит молока. А в Российской Федерации. В то время, как любой советский ребенок помнит. Меня мучили в детском саду. Понимаете? Молоком. И молочная риса. И молочная манная. И какой-то кефир. Поэтому и росли хорошо. Понимаете? А сейчас у нас молочные продукты стоят в магазинах. Не дай бог вам узнать вообще, из чего они состоят. Нам навек аппетит отобьет просто. Ну и все-таки вот эти национальные проекты, о которых мы говорили. Идея-то в принципе хорошая. Но каким образом... И не новая. И не новая. Ну и в принципе она логичная. Но каким образом... Вот вы говорите, например, о том, что вы образуете новый социализм. Можете рассказать об этой программе? И о том, как выборы... В чем разница между мной и Путиным, как я надеюсь? Итак, они что делают? Ну, например, проект «Жилье». Ну, кто будет возражать против того, чтобы люди переселялись из плохого жилья в хорошее? Значит, ну, они что делают? Они сначала с нас собирают уйму бабок в виде повышения пенсионного возраста, повышения акцизов, повышения НДС. И потом говорят, мы это куда-то распределим. Это их вариант. Значит, мой вариант очень простой. В Испании какая ипотека сейчас? Я не знаю. А так, если... Ну, предполагаю, что, наверное... 2% Невысокая. И не надо никаких проектов, понимаете? 2% ипотека. Причем, знаете, у нас вот хвалятся чем-то там. Там дают людям ее до 80 лет. У нас Сбербанк, если придут там меньше 70, с ним вообще разговаривать никто не стоит. Там дают. Почему? Потому что низкая инфляция. То есть, низкое обесценение валюты. То есть, валюта не обесценивается. Поэтому банк, беря с вас 2,5%, он их зарабатывает. У нас что происходит? У нас рубль обесценивается на 6-7% в год. Поэтому банк вам, когда дает кредит под 10%, это то же самое, что в Испании под 2,5%. Потому что ему остается между обесценением рубля в 7% и вашей ставкой в 3%. Вопрос, почему у нас только идет обесценение валюты, но нигде его нет. А если его прекратить и давать людям ипотеку по 2,5%, да без Путина и без Платошкина, без всех. Люди будут просто идти в банк, получать эти деньги. Эти деньги будут направляться в промышленность. Они будут строить все, не надо ни с кого, ничего собирать. Вопрос, а почему у нас рубль обесценивается? Из-за политики Медведева и Путина. Потому что каждый декабрь они подписывают правительству повышение тарифов естественных монополий. Монополия, естественно, не имеет права повышать тарифы сами. Только согласие правительства. Газпром, РЖД, энергетические компании повышают на 5%, на 4,5%. Все, понимаете, из-за этого у нас инфляция. Поэтому что вот я, например, предлагаю? Замораживание тарифов на 3 года. Всех. И не только потому, что это гуманно, да? А чтобы рубль прекратил обесцениваться. Чтобы кредиты стали доступными населению и промышленности. У нас же промышленность тоже из-за этого не развивается. Люди приходят в банк и говорят, хочу гостиницу построить. Срок окупаемости 10 лет. Там говорят, 15%. Человек начинает считать и понимает, что это дохляк просто. Вот он если будет эти проценты платить, он никогда не выпутается. Поэтому, да ну нафиг. Опять, если ему дать по 3% кредит. Да все будет развиваться без всяких национальных проектов. Без вот этой вот лабуды, понимаете? Сначала деньги соберем с вас, со всех. А потом, может быть, вам отдадим. Но не сейчас. Знаете, выражаясь путинскими же словами, я вас поцелую, но не сейчас, а потом. А может не надо? Может мы сами как-нибудь обойдемся? Может просто условия создать макроэкономические и все? Опять, почему население хранит деньги в долларах? Да тоже потому, что рубль постоянно обесценивается. А кто его обесценивает? Центральный банк. Российская Федерация. Не Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация. А если рубль не обесценивается, так люди будут в рублях хранить, значит, они будут нести деньги в банки, да? И у банков появится много средств для того, чтобы раздать кредиты вам, мне, промышленность. Что сложно сделать? Почему во всех странах Европы это можно, где нет ни нефти, ни газа, вообще ничего? А у нас нельзя. В Польше снизили пенсионный возраст. Снизили. В Польше. Я опять не нефти, ни газа, ничего. Я их спрашиваю, ну а как, вот деньги там, говорят, там не хватает? Они говорят, мафию поприжали. Воровство, говорит, чуть-чуть прекратили. Заставили богатых платить не больше, а сколько они должны платить, вот по закону. И все. И денег полно. Что сложного? Недавно Владислав Сурков написал свою статью, везде ее обсуждают. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Вообще, почему вдруг написана эта статья? С чего вдруг? Как вы ее оцениваете? И не кажется ли вам, что это вот какое-то такое... С одной стороны, получается, в статье, что он призывает успокоиться вот с нынешним состоянием, ведь мы в начале какого-то большого пути. И в принципе, в пути в счастливое будущее. Вы как бы оценили эту статью? Я надеюсь, что мы не в пешем эротическом путешествии просто находимся. Вы знаете, вот в начале пути, да, мне кажется, Путин в этом году ему 20 лет исполняется, как он у власти. Ну, мы не берем президентство Медведева, дайте честно говорить, да, это, в общем, одно и то же. 20 лет. Это что, начало пути? А сколько надо-то вообще? Товарищ Сталин за 10 лет создал мощную промышленность. 30-е годы. Кстати, Путин хвалил его за это. Говорил, надо брать пример с индустриализацией 30-х годов. Так что не берет-то? 10 лет дальше. После войны за 5 лет восстановили всю экономику. Всю. А немцы разрушили, ну, просто капитально, понимаете. Некоторые города приходилось вот с нуля просто на новом месте отстраивать. Сделали. Сейчас-то в чем проблема? Война, что ли, идет или что? Непт стоит много. И он все в начале пути. И почему появилась статья Суркова, на мой взгляд? Ну, человек понимает, рейтинг Путина 30%. Мизер. И он нам как бы говорит, ребята, надо доверять. Нет, знаете, как говорил Рейган, что ли, по-моему, коверка русский язык? Доверяй, но проверяй. Хватит доверять. Доверяли 20 лет. Когда Путин шел на выборы в прошлом марте, он что, говорил про повышение пенсионного возраста? Нет, говорил, что пока я... Нет, сейчас говорит, а это, конечно, давнишняя проблема. Так что же он нам про нее скрывал, что ли, если она давнишняя? Ну, так, с людьми нельзя обращаться. Ну, ты иди на выборы и скажи честно, ребята, вот такие дела, надо что-то делать. Не, не, все хорошо, только избрался, понеслось. И мы после этого доверять должны. Ну, мы что, мазохисты, что ли? Причем, я еще раз подчеркиваю, денег в стране тьма на сохранение пенсионного возраста. Это тьма и на все другое тоже. Из страны в прошлом году ушло 60 миллиардов долларов официально, легально, по данным Центробанка. В 2014 году 140 миллиардов долларов. Ну, и так каждый год. И все-таки, если они видят, что их рейтинги так обрушиваются, почему они продолжают вот эту непопулярную реформу? Ну, а знаете, как бы сложно отвыкнуть. Вот я вам могу объяснить. Ну, многие спрашивают, действительно, вот в регионах, особенно, ну, мы тут живем на 20 тысяч, ну, сколько и мыши, ну, что они так вообще зашибают? Ну, все есть уже, наверное, да? А мне вот в Германии говорят, ну, знаете, какой тренд среди русских сейчас богатых? Я говорю, какой? Яхты с перилами из костей настоящих динозавров. То есть мозги-то работают, понимаете? Но только на собственный карман, а не на нужды страны. Надоедят кости динозавров, ну, я не знаю, там, будут из китового усы что-нибудь делать. Деньги-то надо куда-то девать, правильно? Которых нет, но вы держитесь. Ну, наверное, динозаврам это бы совсем не понравилось. Спасибо вам большое, Николай Николаевич. Да, не было там в стиле, я пускай. Спасибо вам большое за встречу. В нашей открытой студии был Николай Николаевич Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат ФРГ из США, и я, Инна Добросовестная. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин